Привет, друзья! Сегодня наконец-то в доту добавили новый компендиум, что самое интересное, что он абсолютно бесплатный для всех и уже находится у вас. Также это не все изменения, не только добавили новый компендиум, но еще и изменили пару аспектов самой доте. Но обо всем по порядку. Давайте сначала разбираться, что такое компендиум. Не стоит путать его с батл пассом, который был, соответственно, у нас совсем недавно и в прошлых годах. Раньше в самом батл пассе отдельно находился компендиум. Сейчас его добавили, соответственно, отдельным таким ивентом. Что же в нем можно делать? Во-первых, в нем тут будет расписание всех игр. Мы уже можем видеть то, что групповая стадия начинается 7 октября, ну а сам мейн-эвент пройдет с 12 октября по 17. Также здесь можем посмотреть студию, делать предсказания, которые будут с 30, как я понимаю, сентября. А, нет, здесь можно собрать свою фэнтези-лигу и потом делать предсказания. То есть вся вот эта вот история с карточками-предсказаниями. Также вам изначально выдадут 10 карточек и их можно будет покупать отдельно. Один набор стоит, соответственно, 50 центов. Это примерно там 33 рубля на российские рубли. Так, карточки. Давайте попробуем открыть набор. И, соответственно, вот это, я так понимаю, бронзовая или золотая, а это серебряные. Ну и всем знакомый процесс получения этих карточек, чтобы собирать лигу и получать за них, соответственно, бонусные очки. Так, ладно, я их открою позже. Также, что интересно, то, что снизили цену на бандлы команд ровно в два раза. Соответственно, сейчас можно купить не за 20 долларов золотой бандл, а за 10. Так, и теперь давайте перейдем к остальным изменениям. Здесь уже буду смотреть их на официальном сайте. Так, билеты на The International. Соответственно, объявили, что продажа билетов начнется 22 сентября. Это совсем скоро, через 5 дней. Также чемпионат начнется с игрового этапа, который пройдет с 7 по 10 октября. И продолжится с 12 до 17 октября. И здесь сразу показаны цены. С 12 по 13 октября это стоит 249 румынских лев. Я уже сразу открыл конвертер, чтобы, соответственно, информировать вас в ценах. Если вас реально интересует, то, соответственно, 12-13 будет стоить 4300. 14-15, а также 4300. И финал, который пройдет с 16 и 17 октября, стоит 999 румынских лей. Нет, лев. Лей, леев. Я, короче, не знаю. Первый раз вообще слышу о такой валюте. Это стоит 17200. Их можно приобрести вот на сайте, который сейчас почему-то завис. Видимо, огромный поток, соответственно, не выдержал. Либо он пока не работает, потому что билеты поступят с 22 сентября. Также с нетерпением ждем личной встречи туда-сюда. Информируется, что все посетители турнира должны быть полностью вакцинированы и носить маску. Если вы собираетесь приехать с другой стороны, там узнать нужно о ограничениях и так далее. Компендиум. Команда известной, билеты готовы. И чемпионат надвигается. Та-да-да-да. Здесь ничего интересного. International участвуют ваши любимчики. Соответственно, комплекты стоят на 50% дешевле, как я уже и сказал. Карточки игроков. Вам выдается 10 бесплатных наборов. Также можно получить еще... Ну, вернее, купить за 35% рублей. И команда, чьи карточки вы покупаете, получит 50% от продаж. Соответственно, таким образом можете поддержать вашу любимую команду. Также, если у вас уже были бандлы, то вам выдается за бронзовый уровень 1 обычный, 1 набор команды. Соответственно, за серебро 6 обычных наборов, 2 набора команды. И за золото 7 обычных наборов и 3 набора команды. И что самое интересное, в первую очередь, наверное, для моего канала, потому что я занимаюсь просмотром аналитики геймплея, переработали, соответственно, интерфейс, зрительский интерфейс. Давайте разбираться. При просмотре дота 2 следить нужно за многим, чтобы улучшить просмотр игр, записей и дел патруля. Мы освежили зрительский интерфейс, коснувшись графиков, индикаторов, состояния и управления камерой и воспроизведением. Индикаторы состояния. Соответственно, сейчас будут показываться над... Вернее, под иконками смоки, если они активированы. Вот так вот очень симпатично это выглядит. Также, если у кого есть аегис. Аегис. Показывается аегис, ну и, соответственно, все эффекты. Вот, например, смоки, аегис или сыр. Длительность активированного блэккендбар и таймера аегиса и чужого танга теперь отображаются в индикаторе как для игроков, так и для наблюдателей. Вот это интересно. Соответственно, даже в самой доте, не зрительском интерфейсе, а когда вы играете, вы сможете видеть длительность БКБ. Также добавлен обратный отсчет до появления Рошана. Таким вот образом. Ну, он и раньше вроде как был, просто на него нужно было наводиться. Сейчас это выглядит более симпатично. Теперь игроки могут сигнализировать союзникам, сколько времени осталось до исчезновения аегиса. Ну, я так понимаю, что, соответственно, там просто ты на него клацаешь, и в чат будет писаться таймер, наверное, каким-то образом. Это очень удобно, и сейчас не нужно писать тайминги, чтобы быть в курсе. Добавлен индикатор появления руны усиления в верхней или нижней точке. Так, ну, я так понимаю, это исключительно для зрителей. Соответственно, будет показываться, где заспаунилась руна. Добавлен... Так, это мы уже прочитали. В наличии выкупа теперь отображается во всех выдающихся, выпадающих меню игровой статистики. В панели предметов теперь отображаются нейтральные предметы и наличие у игроков. Аганимскриптер и Аганимшард. Соответственно, теперь вот таким образом выглядит в целом вот этот индикатор, где показывается вся информация. Там нетворс, крипы, количество добитых и так далее. В журнал сражения добавлена запись о том, что игрок не отдал руну врагам. Соответственно, в этом меню вы сможете увидеть эту информацию. Теперь при присмотре игры в лавке выбранной команды отображается число вардов и смоков. Тоже интересно. Соответственно, вы можете открыть лавку и там будет показано. А раньше, видимо, это не показывалось. Улучшение графиков. Добавлен комбинированный график, одновременно показывающий вероятность победы, золота и опыта. Также разницу в них без необходимости открывать отдельные графики. Добавлен индикатор темпа, отображающий показатели, какой команды в течение последних двух минут росли больше. Соответственно, новые графики и, я так понимаю, стали они более понятны. Ну и, соответственно, не нужно будет переключать сразу большое количество графиков, а они все объединены в один большой график. Далее. Камера. Как же изменилась камера? Во-первых, видим, что у нее в целом новый интерфейс. Если во время просмотра игры в несвободном режиме камеры вы захотите исследовать конкретные участки карты, новая функция «Перехват камеры» позволит вам это сделать и после небольшой задержки вернет вас к выбранному ранее режиму. Ну, соответственно, если вы наблюдаете глазами игрока, вы сможете на короткое время переместить камеру и посмотреть, что происходит в другом участке карты. И не нужно вот таким образом это все переключать. Теперь в режиме автоматической камеры вы можете выбрать героя, чтобы временно следить именно за ним. Окей. Исправлена ошибка, при которой автоматическая камера перепрыгивала в нулевые координаты. Соответственно, хорошо, но я такой ошибки даже не встречал за все время просмотра геймплеев. Просмотр геймплей. Вернее, какой геймплей? Просмотр записей. Доработана кнопка «Следующий момент», которая позволяет легко посмотреть самые интересные события. Исправлена старая версия. Ну, соответственно, вы можете, я так понимаю, жать кнопку и переключаться ко всем интересным моментам. То есть, произошел какой-то фраг, либо это битва Рошана. И таким образом вы можете быстро просмотреть сразу весь геймплей по ключевым моментам. Добавлена возможность приступить к просмотру игры, пропустив фазу выбора героев. Ну, вот это вот хорошо. И также, напоследок, усовершенствование технологии Dota 2. В течение многих лет росла и улучшалась не только Dota, но и технологии, на которых она основана, как программное обеспечение, так и железо. Для того, чтобы игра и ее движок Source 2 успевали за временем, мы решили постепенно отказываться от поддержки некоторых старых систем и конфигураций. Сегодня ничего не меняется, но в ближайшие месяцы мы планируем отказаться от поддержки Dota 2 на 32-битных системах. Чтобы запустить игру, вам понадобится 64-битное устройство и операционная система. Ну, наверное, есть кто еще на 32-битных системах сидит. Если честно, я даже не знаю. Давно я таких людей не встречал. Отказаться от поддержки macOS ниже версии 10.14. Отказаться от поддержки DirectX9. Пользователи, соответственно, перейдут DirectX9 на 11. Отказаться от поддержки OpenGL. Пользователи перейдут на Vulkan. И отказаться от поддержки X-Audio. И перейти на SDL-Audio. Ну, на самом деле, мне мало что это говорит. Я так понимаю, что просто какие-то устаревшие все системы постепенно от них откажутся. Но вряд ли на них кто-то сидит. Для большинства игроков отказ от этих технологий ничего не изменит. Ведь почти все устройства уже поддерживают технологии, которые придут на замену. Более того, игроки уже испытывают пользу новых технологий в виде увеличенного объема памяти, повышенной частоты кадров, большая четкость изображения и более чистого звука. Отказ от старых технологий позволит нам упростить процесс разработки и полноценно задействовать новые возможности этих АП. И чтобы играть стало еще приятнее. Ну что же, вот, соответственно, все изменения, которые добавились сегодня. В первую очередь, это компендиум. Но пока, соответственно, в нем никакие предсказания делать нельзя. Если вам было интересно, не забудьте лайк, подписку. Всем спасибо, всем пока.